Девушки отдыхают Эти твои семена У нас одна такая большая груша Говорят, растет в саду у клопса Ага, я ее съел Ты вон какой отчаянный Мое имя Микс Но ты можешь звать меня просто Мига Они там, эти семена К в ракете, на которой я прилетел Об этом Пока не говори никому ни слова Тебе все равно не поверят И ты только дело испортишь За все надо браться с умом Я тебе дам письмо К одному надежному коротышке Как только освободишься, пойдешь прямо к нему Он тебя приютит Ты и за что попался? Сначала я не отдал это Фантики за ужин А потом вдруг обнаружил, что я Этот Мухомор Мухомор? Мухомор Кто поместил в газете, которая печатается на мои деньги, и которую вы, Гризель, редактируете, эту мерзкую заметочку о том, что мои химические заводы якобы, якобы отравляют воздух над нашим любимым лунным городом? Кто? Да, да, это страшный недосмотр, я убит. Поверьте, господин Спрутс, неопытная журналистка. О, страшная ошибка. И вы хотите оставаться редактором моей газеты? Господин Спрутс, умоляю. Вон из газеты и никогда больше не приближайся к редакции. Я, я только хотела, чтобы воздух стал лучше. Оставь на месте, это будет штраф за твое безрассудство. Но это все, что у меня есть. Считай, что у тебя ничего и не было. Поступило официальное опровержение сообщений лунной газеты о том, что заводы господина Спрутса якобы не совсем положительно влияют на состояние атмосферы. Это безусловная ложь. Мы поздравляем господина Спрутса и выражаем ему глубокое уважение. Хорошо, Гризель. Я подумаю над вашим желанием остаться редактором моей газеты. А теперь сенсационный прямой репортаж. Включаем камеры из камеры. Извините, из камеры центральной тюрьмы. И здесь происходит опознание знаменитого бандита и налетчика по кличке Мухамбор. Сейчас другой, не менее известный вор и мошенник по кличке Красавчик должен будет опознать своего шефа. И так, очная ставка. Мухамбор Ильича А почему ты плачешь? А ты... Ты почему такой смешной? Я смешной! Да ты знаешь, откуда я! Вспомнила! Ты пугала из сада господина Клопса! Что? Я пугала? Да я был в скафандре! В скафандре! Ну, надо же! Да я... я космический путешественник! Я... Мы... С пончиком мы прилетели к вам, чтобы подарить семена! А вы... С пончиком? Не веришь? Ну и не надо! Пока! Привет пончику! До свидания! Пончик! 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 Да это же я, незнайка! Да постой же, пончик! Перестаньте меня преследовать! Вот сообщу, куда надо, и вас посадят, куда следует! Вон отсюда! Денег у неё нет! А бездельница! И чтобы духу твоего здесь не было! Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе! Она тебя выгнала? Я сама ушла! Ну, передал привет пончику? Да, то есть нет! Она тебя выгнала! Эбе-бе-бе-бе! Она тебя выгнала! Тривы, ты! Тривы, ты! Ага! Я этому не буду... И на мой чайку! Так ты что, прилетел с другой планеты сюда? Конечно! Да я могу полететь куда хочешь Хоть на солнце Ой, какой забавный Здорово ты все придумал Да это не я Не ты Да, то есть нет Ну есть у меня помощники Винтик, шпунтик И этот, знайка Мастера на все руки Только голова слабо работает Ну все им надо объяснять Да показывать Так вот они мне и говорят А придумаем брать такую ракету Чтобы полететь на Луну Тебя как зовут? Незнайка Вот что Незнайка Ты мне поможешь А что я должен делать? Ничего Как ничего? Так, ничего не делай Жди меня здесь Я скоро вернусь М-м-м-м-м-м Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Чудесный остров вас зовет, Другого такого на свете нет. Прожить там можно без забот, Хоть десять, хоть двадцать, хоть сотню лет. Хочешь там гуляй, хочешь там играй, Хочешь там души пой, там и пляши. С тобой, с тобой, веселись и пой, Ешь себе и пей, на баку лучше пей! Там все бесплатно, все за так, Там все, что захочешь, ты обретешь. Там умным станет и дурак, Там, правдою кажется, даже ложь. Хочешь там гуляй, хочешь там играй, Хочешь там души пой, там и пляши. С тобой, с тобой, веселись и пой, Ешь себе и пей, на баку лучше пей! Нас водят за нас там и тут, Но денег своих не потратим зря. Мы на ковришке, что пекут, На фабриках этого короля. Значит, ты утверждаешь, Что химические заводы всеуважаемого и достопочтимого господина Спрутца Не приносят пользы? Сейчас же развяжите меня! Иначе я не буду отвечать на ваши вопросы! Развяжите ее! Уолухи, что вы стоите? Схватить мерзавку немедленно! Туда! Она побежала туда! Ну почему? Ты всегда говоришь неправду, Незнайка. Понимаешь, Незнайка, я только хотела, чтобы все поняли, нельзя дышать плохим воздухом. Ясное дело. А ведь это завод из Прутца, отравляет воздух над нашим городом. Ага, я когда прилетел, сразу расчехался, а теперь вроде претерпелся. Апчхи! 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 Что-нибудь спешное? И насколько я могу догадаться, важное, господин Крабс? Вы догадливы, как всегда. А догадаться, впрочем, нетрудно! так как мелкие распорядления господин Спруц отдаёт по телефону. В этот раз, Гризли, дело такое, которое ни телефону, ни почте доверить нельзя. Дело касается вашей журналистки. Звёздочки! А я её уже уволил. А теперь она связалась с неким диздайкой. И вместе они решили строить козди господину Спруцу. Господину Спруцу? Какой ужас! Или ты вылетишь отсюда с треском, или вот с этим билетом. На пароход Звёздочка навсегда отправится на остров развлечений. Да, всегда! Понял. По этому адресу ты её сможешь найти. Иди вздумай тянуть! Считайте, господин Крапц, что она уже там, на острове Дураков! Что? То есть, простите, на острове развлечений! Жена и удачи! Жена и удачи! Честнейший! Благороднейший коротышка! Такой честный, какого ещё свет не видывал! Вы уже успели немного познакомиться с Незнайкой? Да, конечно. Но вы, вероятно, ещё не всё знаете о нём. Незнайка прилетел к нам с другой планеты и привёз семена гигантских растений. Ну что ж, пусть отдаст эти семена нам. А уж мы сумеем на этом хорошенько нажиться. Всё неудобство в том, что семена остались на поверхности Луны, в ракете. И чтобы их достать, нужны и деньги. Вот с деньгами будет труднее. И потом, нужно будет делиться с этим Незнайкой. Незнайкой. Этого простофилю ничего не стоит обвести вокруг пальца. У меня уже созрел план. Проклятие! Опять пробка! Вот видишь, Незнайка, это наш лунный город. А здесь большой-большой лунный лес. Никто не знает всех его тайн. А это остров. Остров развлечений? Его называют и по-другому. Остров дураков. Оттуда ещё никто и никогда не возвращался. Никогда не возвращался? Интересно, а что сейчас делает Знайка и вообще все? Послушай, звёздочка, как же вы здесь живёте без солнца? Малютку луну в старину Весёлое солнце кормило из рук И было тепло, и светло, и пение птиц разливалось вокруг. А нынче грустно, холодно, И по дну плывёт во вселенной И в полных Ин VA0 птиц разливается ночь И по двуцам не употребляет Вот маль pup Песенки эти, как прежде, слышны. И так же народ их поет, Но только внутри, в самом сердце луны. А сверху мороз, тишина, Ах, бедная наша малютка луна. Ах, бедная наша малютка луна. Наша газета посылает тебя на остров развлечений А я у вас больше не работаю И я вам не верю Дорогая звездочка, умоляю Они растопчут меня, если ты не уедешь Чего это он к тебе привязался? Они хотят заманить меня в ловушку Его подослал господин Спрус Ну и нет чего вонять, дурака Ты у меня поплёс, куда надо Приятель, вы неправильно заряжаете ленту Я бы сказал, вверх ногами, приятель Итак, дорогие друзья, мы с Мигой всё обсудили Мы учредим акционерное общество Выпустим акции Нет, это такие бумажки Их можно продавать за деньги И потом обменивать на семена А нельзя раздать семена бесплатно Ведь это подарок от земных коротышек Правда, внезнайка? Конечно Ну, конечно, по подаркам Да ещё какой! Нам придётся строить летательный аппарат, чтобы достать этот подарок Не так ли? Вот так Вот поэтому, дорогие друзья, мы начнём с того, что поднимем шум вокруг этого дела Радио, телевидение, газеты К нам прилетел коротышка с другой планеты Да, я прилетел! И начнём продажу акций А на вырученные деньги построим летательный аппарат И найдём пончика Вот именно! Если... Если лунатики поверят, что это семена гигантских растений с другой планеты Придумала! Незнайка, надо всем показать твой скафандр А вы знаете, где он? Полиция! Не с места! Вы арестованы! Чувствуете? Вы арестованы! Не нравится мне всё это? Птичка попалась в клетку! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- А как вы не хотели, вы у меня попляшете! О-о-о! Э-э-э! Оптики! Это что же творится такое? Мы оставили всюду капканов! Освободите меня, злодеи! А не то я не знаю, что будет! Обыскать и никаких разговоров! Глядите-ка! У него билет на остров дураков, а он тут дурака валяет! Это не мой, не мой билет! Я Гвизи, редактор лунной газеты! Все так говорят, милейший! Абсолютно все! Абсолютно все! Канал Лун-ТВ! Как вы себя чувствуете после полета? Как вам наш лунный город? Это я, а это господин Журио! Магазин разнокалиберных товаров! Для двух покупателей скидка! Это мы первыми увидели инопланетного космонавта! Журнал «Домашний приказ». Какие породы кирикадилов? Привет тебе, космический бородяга! Бородяга! Я прилетел! Тук-тук-тук! Это бьется космическое сердце! Внимание, внимание! Говорит доктор Шприц! Прием больных ежедневно! Холерная улица 15! Прием больных в ночные часы за двойную плату! Только на канале Лун-ТВ! Разум в скафандре! Братцы! Я прилетел! Ширство стекло, сквозь которое существо прекрасно видит! Прекрасно видит первоклассные номера первоклассной гостиницы первоклассного меня! Господина Хабса! Я прилетел! Братцы! Уважаемые дамы и господа! Вот главная сенсация! Незнайкинская акция! Семена гигантских натуральных земных растений! Их подарили... Вот они, господа! Подставляй карман для волшебных семян! Денежки вперед, господа! Ну, послушайте меня! Но сначала купите акцию! Разносите скорее сенсацию! Общество гигантских растений только у нас! Да пусть же он сам! Дайте сказать, космонавты! Я хочу подар... Он хочет подавиться одним из вас! Ужасный перелет через космическое пространство! Сделал его суровым и свирепым! Ай! Ай! Да... Немного же нам удалось на этом подзаработать! Значит, никто не поверил нам с этими семенами! А вот если... Если Пончик съел семена... Как съел? Да если в ракете космический запас закончился! Он все что хочешь может съесть! Даже ракету! Смотрите! Смотрите! Стойте! А почему вы не заходите? Говорят, космонавт Незайка питается каратышками! И поэтому его держат в специальном скафандре! Смотрите! Он такой же каратышка! Как и мы! Смотрите! Смотрите! И доставил сюда семена! Он хочет помочь нам людям! Хоть сомнения прочь! Здесь сад непременно будет! Я могу вам помочь! И верю я превратиться в рай! Город! Наш зловый край! Город! 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 а он все равно ничего не слышит приплюлся ко мне пообедать скупердей это башенники господин спрутцы никакой ракеты и никаких себя сплошное додумательство а если не так да если и есть они хорошо доживутся и станут богатыми и уважаемыми коротышками я не о том пусть обогащаются за чужой счет сколько влезет но что будет если у нас тут на самом деле появится эти гигантские растения и тогда мне один идиот не станет покупать наши синтетические фрукты и овощи пластиковые конфеты поролоновые пряники даже хлор виниловая пастила все полетит на помою есть идея надо скупить акции а потом сжечь а чушь как только мы начнем скупать акции они станут расти в цене это может зайти далеко эти торговцы акциями должны исчезнуть гидеально а а если вдруг они не захотят исчезать они не могут не захотеть господа прошу слушать меня внимательно потому что для глухих я повторять три раза не буду что прошу не мерять так вот о чем это я забыл никто не знает о чем я хотел сказать столько слов вокруг а никто не знает о чем я хотел сказать забрать слушаюсь господин спрутс разделаемся своими средствами господин спрутс преступники обожают менять свою внешность вот ты например сегодня космический пришелец а завтра космический ушелец неправда ли остроумная шутка а я ведь знаю кто ты здесь белье еще столько же получите потом понимаете дело в том у нас еще два компаньона три нельзя обижать друзей дружба это конечно однако у нас разговор тоже дружески да и чтобы про эти проклятые семена больше никто не слышал ты бандит не знайка будем молчать не знайка все так говорят милейший но на этот раз каталашкой ты не отделаешься так не знайка вот именно он мне и нужен ты 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 хе-хе-хе-хе-хе-хе значит ты ха-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе ты здорово ты придумала с этим скафандром от этого инспектора мигля нужно держаться подальше смотри не знайка сейф открыт дорогие друзья мы вынуждены спасаться бегством когда-нибудь мы встретимся и обязательно построим ракету о ваши доброжелатели мига ой эх что же делать надо их догнать пусть отдадут деньги это что же за дорогие такие друзья это не честно нет я за себя не отвечаю а теперь меня по телевизору не будут показывать мы только мы и мы и на х и Жуёшь? Завтракаю. Но ведь ты уже завтракал. Это была тренировка, разминочный завтрак, тюбики. А теперь пошли зёрнышки. Зёрнышки? Внимание, внимание, информация. Годовой запас продовольствия съеден космонавтом Пончиком за 7 дней 11 часов 38 минут и 6 секунд. Бримбрамфи-фапо. Сам ты бром-брым-фу-фу-фу. Режим питания нарушать нельзя. Режим обжорства. Режим питания. Космонавт должен действовать. Незнайка, твой товарищ в экстремальной ситуации. Наоборот. Незнайка... Тьфу, невкусная. Незнайка не возвращается в ракету. Почему? Почему? Потому что нашёл продукты питания. А у меня... Так что это я. В кекс. Трекс. Тремальный. Даже разговаривать с тобой не желаю. Компьютер Знайка-1 отключается. Космонавт должен действовать. Космонавт должен действовать. А-а-а! 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 Космонавт должен действовать! Тьфу! Ну, просто совершенно не сладкое! Даже очень солёные! Да это же соль! А если здесь есть соль, то найдётся! И что посолить? А-а-а! Э-э, гляди-ка! Пятую тарелку каши заказывает! Ты! Ну и что? А, да! Он посыпает кашу каким-то белым порошком! Скажи-ка, братец, что это за порошок? Должно быть новое лекарство какое-нибудь? Никакое не лекарство! А просто соль! Ну и луначики! Соль не знают! Эй! Чего он говорит? Э-э-э, какая-то соль! Эй! Что такое соль? Да это же нота! Ду-ры-ми-па-соль-соль! Нота! Ты чего нам голову морочишь? Братцы! Да вы попробуйте! Это очень вкусно! Слушай, братец, дай мне щепоточку этой соли! Ишь, какой хитренький! А ты мне что? Эй! На тебе сантик! Эй! 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 Я бы не строжил в любой стране! Если еду там мог бы найти! Даже здесь, даже на луне! Я проживу, хоть могу, Свой питанье режим соблюсти! Если смогу я Режим свой соблюсти! Привычный соблюсти! Соль! 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 В этом твое счастье и жизнь твоя! В этом твое счастье и жизнь моя! Соль! Соль! Если взрывкой попал в венусь! Друга спасуя, я же не пронос! Я, конечно, его найду! Нужно помочь ему! Но сначала я все же покреплюсь! Да, для начала, я все лучше подкреплюсь, Немного подкреплюсь. Дороги, подоль, соль! Дороги, подоль, соль! Едя тут с утра и до поздней ночи я, В этом мое счастье и жизнь твоя. Я был вынужден, господа, собрать наш большой бредлом, чтобы принять важное решение. Мы все занимаемся производством синтетических продуктов. Замечательные искусственные овощи, конфеты и пряники. Наконец, великолепный искусственный табак господина Скуперфильда. Что? Вы что-то сказали? Я вас что-то плохо расслышал! Все это скоро никому не будет нужно. Не может быть! Мы будем разорены? Какие проблемы? Что? А? Как я понимаю, господин Спрутс, дело касается натуральных растений. Об этом писали в газетах. Вы, как всегда, чертовски догадливы, господин Тупс. Именно натуральных. А кто докажет, что они существуют? Их нет и все. Какие проблемы? Перед вами, господа, скафандр космического пришельца. Гаспарас, это полная ерунда. Никакой это не скафандр. Я лично проверил. Все это пустой звук. А что же это, по-вашему, господин Скуперфильд? Что? Панцирь от черепахи. Вот что. А что вы на это скажете? Найден сегодня утром на берегу Лунного моря. А? Что? На берегу Лунного моря? Не многовато ли черепах, господа? Это космонавты. Пришельцы. Инопланетяне. Они проникли к нам. И они хотят, чтобы натуральные растения появились у нас на Луне. Нет, 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 ни за что. Да разделаться с ними какие проблемы? Для этого необходимо три миллиарда. Три миллиарда чего? Чего? Ну, не три миллиарда старых галош, конечно. Три миллиарда эртингов. Именно такую сумму запросили ученые-астрономы, чтобы построить летательный аппарат, подняться на поверхность Луны и уничтожить эту проклятую ракету с этими проклятыми семенами. Три миллиарда должны дать мы им? Совершенно верно, господин Скрягинс. Но ведь это страшно невыгодно. Если бы три миллиарда дали они нам, это было бы выгодно, а мы им не выгодно. Господа! Господа! Попрошу, не филибивать! Кто сказал, что три миллиарда надо платить, а? Ученые-астрономы. Кто они, ваши ученые? Жулики, эти ваши ученые-астрономы. Что, я ученых не знаю, а? Что, не знаю? Я все знаю! Отлично! Все жулики! Я им по орденам! Всех остальных прошу заплатить деньги. А вы, господин Крабс, разберитесь с этим Скуперфильдом. Верните наши деньги, ворюки! Дикальские растения обещали! Руки! Дикальские растения обещали! Дикальские растения обещали! Кустяки! С денежками! Можно вернуться даже с другой планеты! Вот они! Ну, я за себя не отвечаю! На берегу лунного моря... Крапсик! Господин Крапсик! Какое счастье встретить знакомое лицо в этом захолустье! Столько ослов вокруг! Провались, они тут же на месте! Кстати, у меня к вам одно дельце! Заманчивое! Вот как? И в чем же заключается ваше дельце? Вам должно быть известно, что большой бредлам намерен уничтожить семена гигантских растений! Да, но ведь никто не знает, где находится эта ракета... Никто! Кроме этих ослов-пришельцев! Тссс! Объединившийся семен у себя! Мы можем... Это еще зачем? Ну как же вы не понимаете? Осел вы этаки! Там же семена табака! А? Догадались? Папиросы из натурального табака! Гигантские прибыли! Тсс! Вы меня понимаете? Охотно помогу вам, господин Скуперфильд! Пошли! Ой, я же собирался найти Незнайку! А завтра? Нет, послезавтра! Ну, в общем, очень скоро я непременно отправлюсь на поиски! Не-не-не... Не-не знаю! Слушай, Звездочка! А где же мы ночевать будем? Ох! Эх! Всего-то 20 санчиков! Не хватит даже на самую дешевую ночлежку! А если... переночевать под мостом! Что ты? Ну, что ты? Там же ночуют бездомные коротышки! Полицейские их ловят и сразу отправляют на остров дураков! Ну, я-то не дурак! А-а-а! Субтитры делал DimaTorzok